сегодня 9 июня 2012 года мы по-прежнему находимся в амстердаме здесь пасмурно идет дождь и дождь это не наша основная проблема помимо всего у нас случилось еще вот что у нас объекта я буду называть вещественными именами убежал архитектор что-то испугался теперь мы остались без архитектора в гордом одиночестве сейчас попытаемся выяснить в каком состоянии наше здание сейчас находится значит сегодня утром у нас треснула еще стеклышко вот этот фрагментик стекла этот маленький то есть у нас стекло было все залеплено скотчем и если любая подвижка и движение здания то стекло бы немедленно отреагировала на то чтобы отрезала сегодня вот эта часть сама по себе отскочила это значит что наше здание просела еще на один сантиметр но плюс-минус и так какие наблюдения на сегодняшний день если я посмотрю на соседнее здание то я увижу что все кирпичики а у них забиты швы у нашего здания например этого можно смотреть что швы не заполнены берем соседнее здание и смотрим забитость не только шва но еще сделано швобровка шва у нас же как обычно пустовато любой каменщик знает простую истину не заполнение швов кирпичной кладки приводит внутреннюю напряжению и деформации стены то есть я считаю что не зря у всех соседних зданий вы заполнены у этого нет то есть моими мыслями очень было бы красиво когда шов был бы не заполнен это действительно очень красиво если еще сделать какую-нибудь дизайнерскую подсветочку вообще звучит обалденно но в нашем случае здание в аварийной ситуации я считаю целесообразным сделать следующее движение сначала надо установить защитные леса далее мы должны сделать заполнение швов каким-нибудь высокопрочным раствором в кирпичной кладке после того как это будет сделано я предлагаю сделать стяжку здания якорями то здесь на каких-то зданиях это есть на каких-то нет это видимо от состояния здания создания более плохом состоянии делались стяжкой и корями если нет не делать то есть после того как у нас будет заполнены все швы раствором будет сделана стяжка я после этого предлагаю приступить к усилению внутреннего проема то есть проема который находится вот здесь вот именно эту часть на нее надо разработать специальное архитектурное решение и установить ее и только после этого мы будем приступать к удалению старых окон вот мне интересно вот эта часть окошко посмотрим вот сюда вот здесь видно что фактически перемычка оторвалась от здания и она держится только на оконном проеме поэтому без комплекса мер к ней подходить нельзя аналогичная ситуация происходит практически с каждым например у соседнего окна есть четко выгнутая линия и характерная трещина под окном мы ее можем видеть причем трещина разрывает все существующие кирпичи до нижнего этажа еще один пугающий момент я подхожу к зданию которое более устойчиво именно левая сторона я здесь могу видеть что примыкание зданию не пострадала мы никаких дефектов здесь не вижу сейчас я отойду к левой части здания наиболее пострадавших я увижу вот такую картину здесь виден момент разрыва то есть это же часть раствора когда заполнялась она заполнялась примыкая не мог каменщик или штукатур забросит раствор так чтобы здесь была вот такая трещина то есть она как и в первом варианте должна прилегать к ней она оторвалась и она оторвалась вдоль всей стены эта часть не оторваны и она не оторвана вдоль всей стены точнее начиная со второго этажа отрыв уже есть вот он отрыв вот таким образом я предоставил свое видение как нам надо двигаться завтра я это представитель заказчика объясню и будем ждать решение помимо всего наши работы были остановлены потому что архитектор написал заявление строительное управление о том что у нас есть наличие асбеста на объекте поэтому объект остановлен и сейчас лаборатория принимает все меры по изучению объекта и сегодня был сделан анализ воздуха и пыли и завтра мы сделаем заключение если вредный асбест либо его нету скорее всего его там не будет и мы можем продолжить работы но желательно и подложить той последовательности которую я рекомендую